В Армавире продолжается реализация национального проекта здравоохранения. Он предполагает ремонт и переоснащение медицинских учреждений, а также строительство новых объектов. Выполнение всех мероприятий контролирует глава Армавира Андрей Харченко. В этот раз городоначальник посетил городскую многопрофильную больницу. В скором времени здесь появится геронтологическое отделение на 15 человек и Центр амбулаторной онкологической помощи, который будет работать в две смены. Здесь будет пять коек, кстати, Андрей Юрьевич. Раз, два, три. Разделенные ширмой. Также городская многопрофильная больница готовится принять новое оборудование. В этом году планируют установить аппарат МРТ, а затем ожидается прибытие компьютерного томографа и ангиографа. Глава Армавира обсудил с главным врачом связанные с этим вопросы и пообещал оказать содействие в их решении, если таковое потребуется. Марина Бартинева, Александр Жирелеев, служба новостей Армавира. Внимание, железнодорожный переезд. Только за четыре месяца 2019 года на сети ЖД дорог России произошло 89 ДТП. 35 человек пострадали, 7 погибли. В профилактических целях в Армавире на все дистанции пути ежемесячно проводится операция «Внимание, шлагбаум». А раз в год – Международный день привлечения внимания к ЖД переездам, который отмечается 6 июня. Данное мероприятие проводится в целях безопасности пересечения водителями железнодорожных переездов, дабы избежать дорожно-транспортных происшествий. Еще раз, очередной раз напомнить водителям о правилах проезда через железнодорожные переезды. Один из этапов масштабной профилактической акции прошел на переезде в микрорайоне «Кирпичный». При участии сотрудников ГИБДД и администрации города автомобилисты восстанавливали, информировали их о важности соблюдения правил на железнодорожных переездах, раздавали листовки. Водители к акции отнеслись с пониманием и одобрением. При переезде железнодорожного переезда необходимо соблюдать правила. На красный запрещающий сигнал светофора проезжать нельзя. Отмечу, за сутки через железнодорожный переезд в микрорайоне «Кирпичный» проходят тысячи автомобилей, сотни пассажирских и грузовых поездов. Водители, нарушающих правила дорожного движения, фиксируют не только дежурные, но и камеры видеонаблюдения в режиме реального времени, передающие информацию с переезда на пульт диспетчера ЕДДС. Марина Бартинева, Александр Жирелеев, Служба новостей Армавира. Торжественное открытие 8-го фестиваля национальных культур и многонациональный Армавир состоится 8 июня на городском водохранилище в 10.00. Праздничный концерт соберет представителей разных общин. В течение дня жители и гости Армавира увидят самобытные творческие выступления, яркие традиционные костюмы, в которых выражена культура народов, веками мирно живущих бок о бок в нашем многонациональном городе. «Под имени всех общин и диаспор города приглашаем вас принять участие в программе фестиваля, концертная программа, спортивные состязания, развлекательные мероприятия, национальные кухни, предусмотренные призы для победителей. Будем рады видеть всех горожан и гостей нашего любимого города». Фестиваль «Многонациональный Армавир» – это масштабная площадка, где происходит обмен обычаями. Это живая демонстрация красоты национальных культур и крепнущих традиций. Проводится в нашем городе он уже на протяжении многих лет и традиционно пользуется популярностью не только у местных жителей, но и гостей муниципалитета. Марина Бартинева, Александр Жирелеев, служба новостей Армавира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова